Здравствуйте! Мы возобновляем выход новостей на информационном канале 1612. В студии Михаил Тишин мы продолжаем говорить о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева и Тукаева. Сегодня в выпуске. Здоровых казахстанцев будут вакцинировать от коронавируса непроверенным российским препаратом. Первенство в гонке волнует диктатора больше, чем здоровье населения. Поминальное шествие в память о Дулате Агадиле собрало сотни казахстанцев и напугало власть. Люди приехали со всего Казахстана, чтобы помочь семье убитого активиста достроить дом. Официально Александр Лукашенко победил на президентских выборах. Но в реальности таракан понимает, что это его последний срок. Официально рабочей вакцины от коронавируса еще не существует. Но Токаев уже договорился со своими друзьями-диктаторами из России и Китая о закупке их проектов вакцин. Не дожидаясь серьезных испытаний, граждан Казахстана будут вакцинировать неизученным препаратом уже осенью. Безумная спешка чиновников может стоить здоровья и жизней наших людей. В любом случае, проигравшим в этой опасной гонке останется народ. Казахстанская вакцина от коронавируса проходит доклинические испытания на людях. Пять разработчиков сами испытали препарат на себе. За их состоянием будут следить до 20 августа. Если Минздрав выдаст разрешение, то в сентябре в клинике Валматы начнутся клинические испытания. В лучшем случае, испытания закончатся в декабре. Достаточно доказать ее эффективность и относительную безопасность. Продолжительность клинических испытаний сократили, чтобы как можно раньше обеспечить население вакциной. Мы возлагаем, как я уже сказал, большие надежды на вашу работу. Будем помогать. Государство должно уделять большое внимание деятельности и биологических лабораторий, и медицинских служб, и санитарных служб. Поэтому этим мы будем заниматься. Правительство не верит в успех казахстанских врачей. Премьер-министр Мамин уже договорился о закупке 2,2 миллионов образцов российской вакцины. Это очень важно для поддержания того уровня безопасности и здоровья у граждан нашей страны. Мы уверены, что мы продолжим сотрудничество по линии наших министерств здравоохранения. Ученые завершили клинические испытания на солдатах-добровольцах и объявили о первой в мире вакцине от коронавируса. Сам являюсь почетным донором, ко всему этому делу привык, поэтому, в принципе, особо не переживал и не раздумывал, когда продолжили. Это сейчас я осознанно пошел, потому что я знаю, что ничего не будет. А когда делали вакцину от Эбола, соответственно, для меня это была неизвестность. Теперь вакцину получат медики и пожилые люди. Это после того, как ее испытали менее чем на сотни военнослужащих. В случае осложнений при массовой вакцинации под угрозой окажется здоровье самых уязвимых групп населения. Международные специалисты скептически относятся к достижениям россиян. ВОЗ сообщает, что безопасная вакцина будет распространяться не ранее следующего года и предостерегает Россию от поспешных действий. А шведские медики прямо протестуют против массового использования настолько непроверенного продукта. Одобрять вакцину, опробовав ее менее чем на 80 пациентах, так точно не делают. Чтобы понять, работает ли она, нужно вакцинировать тысячи. Только тогда будет получено правильное представление о побочных эффектах. Клиники США и Европы тратят многомиллиардные гранты на тестирование безопасных дозировок на тысячах добровольцев. Россияне даже опередили Китай, который первым в мире приступил к третьей стадии тестирования. Медики встревожены и предполагают, что недостаточно испытанный препарат может нанести населению больше вреда, чем пользы. Иммунологи уверены, что поспешное внедрение вакцины поставит под угрозу уже здоровых людей. Этого нельзя допустить. Также большие сомнения вызывает происхождение российской вакцины. Спецслужбы сразу трех стран Америки, Канады и Великобритании заявили о попытках кремлевских хакеров украсть их разработки вакцины от коронавируса. Правительство стран обвиняют в атаках группировку Коузи-Беа, которая работает под эгидой ФСБ России. Получение вакцины от ковида – это продолжение гонки вооружений для правительства Путина. Их волнует не здоровье людей, а стратегический перевес в геополитической борьбе с Западом. Как минимум, Кремлю удастся заработать, продавая непроверенную вакцину в Казахстан. Кремлевская вакцина еще не зарегистрирована, но Мамин уже готов массово прививать граждан. Вакцины с тем, чтобы Казахстан имел возможность приобрести партии вакцин в числе первых стран, которые имели бы возможность применить уже среди населения нашей страны. Правительство Казахстана нуждается не в безопасной вакцине. Им нужна успокоительная пилюля для обеспокоенного народа. Для прикрытия провалов Минздрава они готовы рисковать здоровьем и жизнями людей. Поминальное шествие в честь Дулата Агадила собрало в его родном селе Талабкер более 800 человек. На Асар съехались казахстанцы со всей страны. Чтобы помешать им, к новому дому семьи Дулата Агадила из Астаны выслали дополнительные отряды полиции. Но даже с дополнительными силами они могли только со стороны наблюдать за масштабным шествием. В прошлую субботу более 800 казахстанцев собрались в новом доме семьи Агадила, чтобы почтить память Дулата. Перед поминальным обедом мать и вдова Дулата сказали, что не верят в ложь властей, которые назвали причиной смерти активиста инфаркт. На въезде в Талабкер с утра стояли несколько машин и автобусы полиции. До поминального обеда к дому прибыли Аким с села в окружении полицейских, чтобы запретить мероприятие из-за карантина. Но появление чиновников вызвало возмущение собравшихся. Я обязана прочитать Коран по моему сыну. Он умер в вашем сезоне. Не говори мне ничего. Иди дальше, даже если придет Токаев, я скажу так же. Люди со всего Казахстана приезжали, чтобы помочь в строительстве дома собственными руками. Кто не мог приехать, перечислили деньги на строительные материалы. Нахожусь здесь уже третий раз. Последний раз приехал вот 31 июля. Работал по дому. Электричество, отопление, ну все по ходу дела, что умеют. Дом уже возведен. Но перед заселением детей Дулата его нужно обставить мебелью и необходимой бытовой техникой. Каждый может помочь семье Агадила. Отправляйте посильную помощь на счета активистов. Казахстанцы, любимые. Давайте не будем безразличны. Новый дом для большой семьи Агадила создан общими силами активистов. Благодаря АСАРу. Режим пугает, что сотни людей объединились, чтобы поддержать семью убитого активиста. Живем. Слава Богу, есть дети. Построили дом для нас. Но среди нас нет моего мужа. После молитвы и поминального обеда собравшиеся пошли на кладбище к могиле Дулата. Обратите внимание на полицию. Они стоят в сторонке и записывают на видео участников шествия, чтобы затем вылавливать их поодиночке. Даже запускают над толпой дроны с видеокамерами. С таким многочисленным собранием не справятся даже все полицейские Астаны. Рано или поздно вы к нам присоединитесь. Это дело времени. Чем скорее вы это поймете, тем лучше для всего Казахстана. И для вас, и для нас. Полиция с народом. Убийство Дулата пробудило тысячи казахстанцев. При попытке преследования эта многотысячная масса увеличится еще сильнее. Полиции придется выпустить задержанных. Именно тогда, когда протестующих много, для участников протеста наступает порог безопасности. Режим не помешал людям прочитать молитву на могиле Дулата и поддержать его семью. Строительство его дома стало символом свободного Казахстана, где ответственный вклад каждого гражданина необходим для благополучия всего общества. АСАР в Талабкере уже вдохновил людей помогать ближним в аулах по всей стране. Политики и провокаторы хотят использовать растущее народное единство в своих политических целях. Аким Жамбылской области Сапарбаев решил использовать бесплатный труд людей для выполнения работы Акимата по обеспечению населения жильем. Когда миллионы казахстанцев остались без работы, власти предпочитают использовать работу волонтеров. Жанбалат Мамай старается сформировать имидж народного политика, призывая на АСАР в Кардае, куда он приехал впервые после трагических событий. Естественно, никто из этих демагогов, вроде Сапарбаева и Мамая, даже лопату в руках не держал. К счастью, в Казахстане достаточно активных граждан, которые готовы помогать не на словах. Эти люди приезжают помогать на стройке. Они высылают небольшую помощь в несколько тысяч тенге, но делают это от чистого сердца и регулярно. Режим Назарбаева препятствует этому. Сейчас задерживают активисты по всей стране, которые участвовали на АСАРе, которые намереваются приехать. Задерживают людей в аэропортах, задерживают машины, не пускают именно, чтобы наши активисты появились на АСАР, чтобы они не могли продемонстрировать свое единство, свою силу. И действуют стандартно репрессии. Активные люди пугают власть, потому что в них сила народа. Агенты КНБ следят за их домами, фабрикуют против них уголовные дела. Режим понимает, что когда эти люди объединяются вокруг общей беды, для них нет ничего невыполнимого. Будь это постройка дома для одной семьи или создание новой страны для всех казахстанцев. Агентство! Ага! Агентство! Агентство! Субтитры создавал DimaTorzok В Беларуси завершились президентские выборы. Саши нарисовали победу, а людям заблокировали все способы контролировать ход голосования. Десятки тысяч протестующих вышли на площади городов. Официальные результаты выборов были известны еще до подсчета голосов. Но о власти больше никто не верит. Люди сами взяли на себя ответственность за прозрачные выборы и вернули свой голос на площадях. Александр Лукашенко приехал на избирательный участок на президентском кортеже с мигалками. Перед избирательным участком его встречали с цветами под задорную игру гармошки. Любимый инструмент батьку больше не радует. Президент выглядел напряженным и угрюмым. В своей победе на выборах он не сомневается. Все подготовлено заранее. Но у Лукашенко есть большие сомнения по поводу своего будущего в роли президента. Известный в народе как Саша 3% или Таракан, он больше не сможет запугивать людей. Лукашенко откровенно сфальсифицировал результаты голосования и нарисовал себе 80% голосов. А Тихановской же насчитали только 10%. Независимые источники получили противоположные результаты. Официальным результатам никто не верит. Экзитпол показывает, что все обстоит с точностью да наоборот. Диктатора поддерживает менее 10%, а основная часть населения проголосовала за независимого кандидата. На этих выборах не все удалось сфальсифицировать. Граждане показали небывалую активность. Длинные очереди выстраивались даже на участках за рубежом. Очередь у посольства Беларуси в Москве растянулась на полтора километра, но долгие часы ожидания проходили как праздник. Популярность Светланы Тихановской была заметна прямо на участках. Все сторонники независимого кандидата повязали на запястье белый бинт в знак того, что они болеют за Беларусь. Также избиратели Тихановской договорились сворачивать свои бюллетени гармошкой. Прозрачные стенки урн лучше любого экзитпола показывали людям, кого поддерживают жители их района. Глава которой Ермошина должна быть независимой, но всю президентскую кампанию она высказывалась против оппозиции. Они на улицах подходят к людям, они к избирателям пристают при входе в избирательный участок. Они, понимаете, везде вербуют своих адептов. Сразу могу сказать гражданам, что это отнюдь не борцы за демократию, как они думают. Это люди, которые наняты штабом криминального банкира. Подчиненные Ермошиной слили заготовленные результаты. За несколько дней до выборов члены избирательной комиссии учатся озвучивать по памяти нужные цифры. Я вам раздала списки, вы прочитали каждый список, каждый дом, да, прочитали и поедали. 204. 220. 26. 209. 3800. Итого, называя секретарь, 1413. Все, ушли. Бюджетных работников вынуждают не только лгать, но и рисковать жизнью. Из окна 17-го участка советского района Минска женщина с пакетом спускается по лестнице. Бежать с места преступления ей помогает милиционер. Бросили какую-то сумку сейчас. Какой-то пакет. Что-то непонятное происходит. Очень интересная картина. Очень интересно. Когда закрылись избирательные участки, многие еще не успели проголосовать. Естественно, по своей воле никто расходиться не стал. И к участкам приехали автозаки. Живет, Беларусь! Живет, Беларусь! Живет, Беларусь! Живет, Беларусь! Возле Стеллы в Минске собрались сотни тысяч. На ближайших улицах людей без разбора хватает ОМОН и затаскивает в микроавтобусы без номеров. Приближаться к большим группам протестующих спецназовцы не осмелились. Масса людей на площади значительно превосходила силовиков по численности. Живет, Беларусь! Живет, Беларусь! Тем не менее, среди мирного населения есть пострадавшие от спецтехники силовиков. Один мужчина скончался от черепно-мозговой травмы после наезда автозака на толпу. В больнице поступило четверо пострадавших от огнестрельных ранений резиновыми пулями. Стояли, как бы собралась большая толпа, мы стояли, ну вот так вот в цепку, стояли, то есть на них не шли, ничего не было. Кричали там «Живе Беларусь!» вот эти наши лозунги. То есть они беспринципно просто начали бросать прямо в толпу гранаты. У мужчин у одного ему достали из ноги болт огромный, то есть кровь, очень много крови. Вы бачили это? Очень много пострадавших, то есть, ну и они не щадили, женщины там, девушки, мужчины, им все равно. Сбились ног, впятером, дубинками, ногами. Дочь убежала вперед, слава богу. Это не люди, это звери какие-то, я не знаю. Они матом, просто один сплошной мат, все пределы перешли. Я не знаю, как можно защищать эту власть, которая антинародная. В Кобрине, Лиде, Жодино и других региональных городах ОМОН опустил щиты в знак солидарности с демонстрантами. Апустай щиты! Апустай щиты! Апустай щиты! Апустай щиты! Чтобы мир не увидел эти кадры объединения милиции и народа, режим блокирует интернет по всей республике. Все по казахстанскому сценарию, доступ к социальным сетям заблокирован. В центрах крупных городов глушат сотовую связь. Штаб Тихановской не признает официальные результаты выборов. По их подсчетам, во всех регионах страны от 70 до 90% избирателей проголосовало за Светлану. Имеем официальный протокол из многих участков, где количество голосов в мою пользу в десятки раз превышает количество голосов, отданных за другого кандидата. И мы сейчас собираем доказательства всякого рода фонсификации. Сейчас очень трудно над этим работать. И сейчас я буквально не сужала в ЦИК о том, что мы не признаем результаты выборов. Сама Светлана призвала силовиков прекратить насилие. Лидеры оппозиции намерены продолжать мирный протест на площадях. Мы за мирные перемены. И власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть. Понимаете? Потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами. Режим Лукашенко недооценил своих конкурентов. Главной угрозой его диктатуре стали три женщины, у которых режим отнял мужей. В них поверили миллионы людей. Вокруг них объединились и за ними пошли. Верим можем! Верим можем! Верим можем! Верим можем! После провальных фальсификаций абсолютно всем стало очевидно, что Лукашенко эти выборы проиграл. Лжи диктатора больше не верят. Белорусы обрели силу голоса и сами борются за прозрачность результатов. Миллионы простых граждан стали единой политической силой. Вашисты! 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 Если такое же количество выйдет в Астане, то режим не продержится и полдня. Отличие нашего протеста от белорусского будет заключаться в том, что наша критическая масса протестующих будет двигаться в сторону Акорды, в сторону Акиматов. И мы таким образом просто займем эти административные здания. На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok